Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы разберем, как перевести деньги из МТС на карту ВТБ. Ну, с карты МТС на карту ВТБ переводить достаточно легко, через систему быстрых платежей даже бесплатно. А вот со счета номера телефона МТС на карту ВТБ переводить, ну, не так просто. Хотя тоже, в общем, ничего там такого сверхсложного нет. Итак, заходим в личный кабинет МТС свой. Нужно авторизоваться, ну, там вход есть по логину, паролю, есть по номеру телефона. Чаще всего все входят по номеру телефона. Вводите номер телефона, потом приходит одноразовый пароль, вводите этот пароль и попадаете в личный кабинет сайта МТС. Дальше нам нужно выбрать раздел финансы, прям наводите просто мышку на него. И вот здесь под раздел переводы выбираем все переводы. Далее система нас перебрасывает на отдельную страницу, где, соответственно, нам нужно выбрать на карту. Опять же, наводим сюда мышку и выбираем со счета номера телефона. Следующий этап – это ввод номера телефона, с которого будет осуществляться перевод. Ниже мы вводим номер карты получателя. В данном случае нам нужно ввести номер карты ВТБ. Это 16 цифр. И ниже мы вводим сумму платежа. В данном случае обратите внимание, что есть ограничения определенные. То есть, например, если мы введем крупную сумму, там 50 тысяч, система нас не пропустит, потому что платеж должен быть не менее 1 рубля, но не более 5 тысяч рублей. Сумма комиссии достаточно большая – 4%, но не менее 60 рублей. То есть, если сумма, соответственно, небольшая, то возьмут просто 60 рублей. Если сумма чуть больше, то 4%. Например, нам нужно перевести 4,5 тысячи рублей. Соответственно, комиссию система нам посчитала. То есть, 193 рубля 50 копеек комиссия. Ну, если вам, допустим, более скромную сумму нужно перевести, тогда вообще невыгодно. Я 50 рублей перевожу, а комиссия будет 60 рублей. Дальше жмем кнопочку «Оплатить» и, соответственно, после этого подтверждаем перевод со счета номера телефона на карту и все, деньги уходят. То есть, деньги приходят мгновенно, списываются они со счета тоже мгновенно. Главное, чтобы остаток на счету был достаточен для осуществления этого самого перевода. Ничего сложного здесь нет. Если у вас дополнительные вопросы по теме возникли, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку «Подписаться» под видео, жмите на колокольчик и всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!